И снова здравствуйте, дамы и господа, друзья, товарищи! Как долго мы с вами не встречались, как я отвыкла от таких обзоров. Как вы знаете, меня долго не было, я 40 дней ровно путешествовала, на 41-й день вернулась в Омск, приехала. Ну, а домой приехала только 2 июля, и никак не могла собраться со съёмками. Ну, и тем более, сами знаете, лето ведь, ягоды, грибы ждали. Ну, правда, грибов почему-то до сих пор нет, и говорят, не было. Да и клубники нынче нормально не было. И погода у нас, можно сказать, ужасная. Вот уже больше недели прохладно, то дожди, то холодно и постоянно пасмурно. А сегодня утром вообще, наверное, плюс 12 было, если не 10. Ну, в куртке выходило, было очень холодно. И до сих пор выхожу в куртке, потому что на улице холодно. Ну, от силы, наверное, градусов 17-18. Ну, я так думаю, я-то мерзлячка. Ну, ладно, начнём. Мои приобретения из бишкека. В этот раз будут в основном пиалочки и статуэтки. Ну, сами знаете, Средняя Азия применяет в основном пиалки. Ну, я, в общем-то, и стремилась приобрести именно таких, такие заводы, которых у меня не хватает или совсем было мало. То, что у меня нет, то я и решила приобрести. Остальное можно, если захотите, здесь где-нибудь купить. Ну, ладно, начнём, пожалуй. Вот такая красота. Пиалочка с ручной росписью, очень яркая. Мазки прямо видны. Позолота прелесть. И по низу позолота, кругом роспись цветочная. Внутри тоже широкая линия, тоненькая линия позолота. Почти хорошо сохранена. Ну, есть, конечно, кое-какие погрешности. Но это простительно, всё-таки ведь она не новая. Ну, и посмотрим клеймо. И это, как я называю, курочка. Ну, я так думаю, что так в последнее время подумала, что это голова птицы и стилизованная пиалка внутри. Ну, то есть объединение птицы с пиалкой. Ну, мне так кажется. Конечно, у каждого своё видение. Может, кому-то видится, увидится что-то другое. Это просто я всегда так говорю, курочка. И это у нас Ташкентский фарфоровый завод. Вот первый сорт. Вот и притянулось. То, что я хотела, то, что я мечтала. У меня была всего одна пиалочка этого завода. И я почти уверена была, что мне притянется. И вот такая пиалочка притянулась. Теперь у меня их будет три изделия. Вот ещё одна пиалочка специально купила такой узор в национальном узбекском стиле, который очень часто встречается. Да почти на всех предметах, одеждах, фарфоре. Очень часто национальный узор. Позолота прекрасная. Прямо блестит. Две линии. Фарфор довольно тоненький. Лёгенький. Так же, как и первая пиалочка. И это у нас тоже Ташкентский фарфоровый завод. Ой, про клеймо снова чуть не забыла. Уже третий раз переснимаю. И это клеймо ставилось с 73-го года по 91-й год. 68 копеек стоила эта пиалочка. Первый сорт. Я говорю, что очень отвыкла от таких обзоров. И никак у меня не получается. То одно забуду сказать, то другое, то третье. Я же говорю, уже третий раз переснимаю. Так, ну вот это уже Косюшка называется. Более большого размера. Тоже ручная роспись. Кстати, вот это тоже ручная роспись. Тоже ручная роспись. Красивая. С этой стороны так. Ну, фарфор более тяжелее уже. Потолще. Внутри тоже рисуночек. Позолота есть. И это наш знаменитый завод. Многими любимый. Который выпускал в основном посуду для Средней Азии. Ну, вы все уже догадались. И, конечно, это песочная или первомайский фарфоровый завод. И это клеймо ставилось 1952 года по 1976 годы. Но эта пиалочка именно 1963 года. Второй сорт. Песочного было очень много в Самарканде на барахолке, особенно в одном ангаре. Каких там не было, только песочные. ЛФЗ было много. Песочного. Риги. Так, какие еще? Ну, украинские заводы тоже встречались. Но в основном было очень много песочного. ЛФЗ и Риги. Ну, и, естественно, Самарканда и Ташкента. И, как вспомню, одну пиалку ташкентскую. Ой, не могу до сих пор забыть. Ну, до чего же она была красивая. Ну, до чего же. Первый раз я такую роспись вижу. Ручной росписью. Но это была не одна пиалка. Они только в наборах продавались. Два раза я их видела там в двух местах. И тоже в наборе. Хотела я две пиалочки купить. Но не разрешили. А в наборе я уже не могла. Потому что мне некуда было уже складывать все это. Абсолютно это было бы очень много. И так чемодан был неподъемный. Вот до сих пор перед глазами эта пиалочка стоит. Ну, до чего же она красивая. Такая роспись прекрасная. Если бы не набор. Ну, уговаривать я, конечно, не стала. Да я как-то не могу. Да она бы и не продала. Раз набором идет, сервизом. Так сервизом и продают. Так что там такая была красота. Просто неимоверная. Ну, все разболталось. Так. Ну, вот такая гигантская чашечка. Которая, которую вы все многие знаете. Это тоже ручная роспись, как я знаю. Красное крытье очень красивое. Форма очень интересная. Довольно-таки редкая. Позолота на ручке. Ну, немножко, конечно, потертая. Но ничего тоже страшного. Простительно. Внутри позолота прекрасно сохранилась. Довольно тоненькая, легенькая. С двух сторон рисунок. Жаль, блюдца не было. С блюдцем, конечно, было бы более лучше. Так. Ну, и посмотрим клеймо. Так. По-моему, это, если я не ошибаюсь, чайная пара называется Мальва. Ну, конечно, если я ошибаюсь, то вы, пожалуйста, друзья, поправьте меня тактично. Я название не очень хорошо знаю. Честно говоря, почти не знаю. Так. И это Полонский фарфоровый завод, которого у меня совсем не было. Кто смотрел мои видео, где я считала заводы, я там говорила, что Полонского завода у меня совсем нет. Поэтому я к этому и стремилась, чтобы приобрести, в первую очередь, Полонский завод. Ну, и то, что еще у меня нет. Это клеймо ставилось с 80-го года по 91-й год. Цена 7 рублей 90 копеек была когда-то. Второй сорт. Вот такая прекрасная чашечка. Так. И последнее на сегодня буду показывать помаленечку. Это первая часть бишкекских приобретений. Будет три части. Ну, а последнее – это вот такая миленькая статуэточка. Благородных статуэток у меня очень мало, как вы знаете. У меня в основном все современные и все мини-статуэтки. Ну, есть такие побольше, но они все в основном 2000-х, 90-х годов. Благородных очень мало. Я в этот раз нажимала на статуэтки. Поэтому купила их несколько штук. У нас в Омске не купишь такие статуэтки. То есть, они есть, конечно, но цены очень-очень высокие. Ну, а там мне повезло купить относительно за невысокие цены. Ну, говорит, цены не буду, так как они все в сумах. Да и как-то я и не говорю. Все равно же это не имеет особого значения. Так, вот эта статуэтка, как вы многие знаете, она, по-моему, тоже популярная. Называется «Девочка с голубем». Статуэтка 60-х годов. Автор Глембовская Светлана. Ни потертостей, ни сколов, ничего нет. Личика красивая. Девочка кормит голубя. Не забыть бы снова клеймо, не показать. А то переснимала, я говорю, забыла клеймо показать. И посмотрим клеймо. Клеймо четкое. Так. По-моему, вот так. Да. Полонский завод художественной керамики. Вот это вы все абсолютно знаете. Это клеймо. И этот прекрасный завод, который выпускал очень-очень много различных статуэток. Ну, вот на сегодня. На сегодня все, друзья. Прекрасная, миленькая статуэточка. Главная сохранность великолепная. И я очень и очень этому рада. Надеюсь, ничего не забыла сказать. Или показать. Ну, все, друзья. Спасибо всем за внимание. Всем приятного просмотра. И пока-пока.